Ну и как и планировали, мы приехали показать вам готовый результат уже на собранном мотоцикле Погода, конечно, не лучшая для таких съемок, хотелось бы солнышко, но я думаю будет интересно И мы в гостях у Ивана в мастерской Voyage Metal Shaping, где творится магия металла И пару слов нам Иван расскажет о себе Всем привет, я изготавливаю бензобаки, крылья для мотоциклов и автомобилей Из стали и алюминия Че это жажда? Не знаю Че, нормально сказал? Ну в принципе, да А че ты зажал тогда? Ты не сказал вот этими вот руками Я забыл Всем привет, здесь я делаю баки и крылья для мотоциклов Кастомные запчасти изготавливаются на заказ Все это делается из листового металла, вот этими вот руками Ну что, может покажешь нам результат? Пойдем Пойдем Проходи Я двигатель Че, поехали? Че, дальше, дальше, дальше Ну расскажи нам, что произошло Ну я немножко не поделил дорогу с одним КамАЗом Ну че ты гундишь? Очевидно, он решил, что я занял его полосу Гони, гони, быстрей, быстрей А я решил, что он занял мою Не дождется, снесу к чертовой матери, снесу Вот так вот спустя 3 дня после сборки мотоцикла В общем-то Результат оказался не таким, каким мы и ожидали Эх Ну ёкарный бабай Ну и давайте рассмотрим повреждения более подробно Начнем с наименее пострадавшего элемента Это переднее крыло Переднему крылу досталось меньше всего Видны небольшие повреждения ЛКП Залом по сварочному шву И вот эта кромка немножко ушла вовнутрь Но в целом все выглядит более-менее Баку досталось чуть побольше Его вмяло вовнутрь Естественно, в этом месте шпатлевка у нас полопалась Но в целом основная часть на месте Под первыми частями видео были вопросы по поводу адгезии Эпоксидного грунта к алюминию Шпатлевки к эпоксидному грунту И самое интересное для нас, что мы сейчас можем это проверить Как видим, эпоксидный грунт на алюминии лежит Даже там, где произошла достаточно сильная деформация Естественно, в этом месте шпатлевка у нас полопалась Где-то она потрескалась Но при этом адгезия шпатлевки к эпоксидному грунту Я думаю, сомнений, в общем-то, не вызывает Вот алюминий у нас начинает бестеть Заднему крылу досталось больше всего Из круглого оно стало плоским А где-то выгнулось в обратную сторону Естественно, такие нагрузки материал не мог выдержать и отслоился Если рассмотреть, что же именно отвалилось То видим, что эпоксидный грунт на металле у нас есть Если мы ковырнем то, что отслаивается То увидим, что на шпатлевке эпоксидный грунт также присутствует Ситуация, конечно, очень неприятная Но благодаря ей мы увидели, как отработали материалы И можем сделать выводы Что адгезия эпоксидного грунта к металлам отличная Адгезия шпатлевки к эпоксидному грунту изумительная А в местах очень сильной механической деформации Произошло расслоение эпоксидного грунта Так как это очень жесткий, твердый материал Не рассчитанный на такую эластичность А теперь Иван приступит к работе с металлом Расскажи, Ваня, что ты будешь делать? Ну, соответственно, заднее крыло сначала нужно выправить То, что можно выправить А что выправить нельзя, придется заменить По бензобаку тоже работу нужно провести по восстановлению вмятины То есть ее нужно вытянуть и проверить заново на герметичность И, в принципе, все Немножко поправить переднее крыло Этого достаточно После чего уже мы приступим к восстановлению, к ремонтной окраске Основное видео по работе с металлом вы сможете наблюдать на канале Ивана Ссылочку мы прикрепим в описании к видео Ну, а на нашем канале появится еще одна часть по работе с данным проектом И, надеюсь, уже тогда мы покажем его во всей красе Ну, а на этом данная часть закончена До новых встреч! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!